Почему вообще возникла тема создания профсоюзной партии и несколько слов про историю процесса самого? Возможно, не все знают, но организация, которая представляла политические интересы профсоюзов, существовала еще в 1990-х годах. В 1995 году было зарегистрировано движение под названием «Союз труда», которое в тот момент представляло интересы профсоюзов в политическом спектре, если так можно сформулировать. В рамках этого движения профсоюзы участвовали в выборах 1995 года в Государственную думу, и в таком виде это движение просуществовало реально до конца 1990-х годов, когда возник вопрос следующий. Нужно было либо преобразовываться в партию отдельную уже, потому что как организационная форма участия общественно-политических движений в выборах, такая форма стала уже невозможной. Либо участвовать профсоюзом, в данном случае ФНПР, в избирательном процессе, в выборах, в политическом процессе через какие-либо другие партии на основании варианта соглашений и так далее. На тот момент был избран вариант участия в иных политических партиях. В данном случае, если мы говорим про конец 1990-х годов, это была партия Отечества, в создании которой принимало участие активное большое количество профсоюзных активистов. Далее, соответственно, Отечество объединилось движением «Вся Россия», дальше произошли выборы 1999 года в Государственную Думу, и дальше уже существование двух политических, так сказать, вначале антагонистов, далее союзников, то есть Отечество «Вся Россия» и партия «Единство» закончилось объединением их в партию «Единой России». И до сих пор в рамках «Единой России» принимает участие активная целая группа наших товарищей, профсоюзных активистов, которые и на последних выборах были избраны в Государственную Думу. А как организация, соответственно, Федерация независимых профсоюзов России подписала соглашение с фракцией «Единой России», и вот все, так сказать, начала 2000-х годов, 2000-го по сегодняшний момент, ФНПР реализовывала свои политические устремления через механизм сотрудничества с партией «Единой России». Это с одной стороны. С другой стороны, была и остается целая группа, достаточно большая, профсоюзных активистов, которые не имели какого-либо отношения к любой из действующих политических партий, существовавших, так сказать, до недавнего времени в Российской Федерации. Ни «Единая Россия», ни «Коммунистическая партия», ни ЛТПР и так далее, и так далее. Почему? Ну, я в данном случае приведу свою некоторую интерпретацию. Она заключается в том, что в сотрудничестве профсоюзов или профсоюзных активистов с партиями, любыми, есть плюс и есть минус. Ну, плюс и понятный в данном случае сотрудничество с большими, если можно так сказать, партиями, крупными партиями. Плюс заключается в том, что если достигнуто некое соглашение, то оно, скорее всего, все-таки будет реализовано, и какой-то процент профсоюзных инициатив будет реализован на практике. Минус заключается в размерах этого процента реализации. То есть договориться-то, может быть, и можно, но в каком объеме, до чего и что будет реализовано на практике. С нашей точки зрения, в данном случае с точки зрения участников пресс-конференции, этап, когда реализовывать профсоюзные интересы можно было только через механизм соглашения с сторонними политическими партиями, пусть даже крупными, пусть даже до некоторой степени обязательными, он сейчас уже закончился, и необходимо той части профсоюзов, которая не была до этого задействована в политическом процессе, заняться созданием своей профсоюзной, если можно так сказать, можно сказать, лейбористской партии, которая к настоящему моменту создана. Как происходил процесс ее создания? В начале прошлого года, после того, как были внесены поправки в избирательное законодательство и упрощен до некоторой степени процесс регистрации партии, возникла инициатива, открытое письмо, подписанное четырьмя профсоюзными активистами, работниками, руководителями, называйте, как хотите. Оно было опубликовано в нашей газете «Профсоюзная солидарность» к профсоюзным активистам, в котором говорилось о том, что необходимо задуматься над созданием профсоюзного общественно-политического движения. На тот момент такая была инициатива «Союз труда», и в случае, если эта инициатива будет поддержана, тогда уже дальше думать насчет дальнейшего преобразования этого движения, созданного в политическую партию. Это обращение произошло в прошлом году, в марте месяце. Но получилось так, что сразу после его публикации мы получили очень серьезную и объемную волну поддержки со стороны членов профсоюза, профсоюзных активистов, из которой стало ясно, что нам не нужно останавливаться на некоторых промежуточных вариантах, то есть создание движения, а потом партии, а имеет смысл сразу, что называется, заниматься делом по-взрослому и создавать уже непосредственно сразу партию. И вот в мае был создан организационный комитет по созданию партии «Союз труда». 6 июля прошел учредительный съезд, в котором приняло участие 136 делегатов из 57 регионов России. И на этом съезде, соответственно, была учреждена Всероссийская партия «Союз труда», были избраны руководящие органы, политический совет, контрольная ревизионная комиссия. Был избран представитель партии, в данном случае я, причем, согласно партийному законодательству, голосование было тайным, соответственно, и 132 голоса «За», 4 «Против». И после этого начался процесс регистрации. Во всех этих регионах прошли учредительные собрания, мы сдали документы в Министерство юстиции, после чего начался длинный и мучительный процесс. У меня такое ощущение, что, вот когда я смотрю сейчас на список зарегистрированных партий, в настоящий момент их 53, и встречаю названия политических структур, которые, ну, я, в общем, достаточно давно связан, занимаюсь, как бы, имею отношение к миру политики, к миру профсоюзов, и поэтому могу как-то оценивать степень известности или неизвестности того или иного персонажа той или иной организации и так далее, и так далее. Так вот, из этих 53 зарегистрированных партий, я думаю, сидящие в зале, назовут минимальное количество известных людей, организаций, то есть, несколько непонятно, как и за счет чего они появились. Ну, понятно, что там определенный блок — это спойлеры, так называемые, значит, политические партии, но тем не менее. И вот здесь, казалось бы, партия, которая начинает создаваться на базе профсоюзных активистов, да, без какого-то административного нажима сверху, но тем не менее, все собрания, которые происходили в регионах, они происходили, что называется, по чесноку. Вот, мы это знаем. Вот, и при этом количество претензий, которые были выданы со стороны контролирующих органов к нам, ну, на мой взгляд, было достаточно велико, в том смысле, что в процессе этого мы получили от Мейньюста, значит, решение о приостановке регистрации, после чего по всем регионам были проведены еще раз собрания, которые вносили поправки, соответственно, в изначально принятые решения на уровне регионов. И была пересборка, собственно говоря, всех протоколов снова и снова подача их в Министерство юстиции. Вот, и этот процесс, собственно говоря, завершился только реально в конце декабря, когда за один день до конца света, широко заявленного, но не случившегося, значит, мы получили решение о регистрации политической партии. Партия, которая была создана в июле месяце под названием «Союз труда», которую мы с вами представляем, главная цель ее не общеполитические вопросы, связанные с внешней политикой, внутренней политикой и так далее, а конкретно вопросы, связанные с социально-экономическими отношениями, да, социально-трудовыми отношениями и связанными с ней экономическими. То есть вся наша работа, так скажем, на 99% будет построена именно на этом. Создание в России всех условий для достойного труда, создание в России условий для благополучия наших работников. В обществе сейчас сложилось, к большому сожалению, несправедливое распределение доходов, и сегодняшний разрыв в доходах самых богатых и самых бедных грандиозный. Он не выдержит никакой критики. Ну, можно об этом говорить с трибуны, можно делать все, чтобы этого не было. Вот мы здесь отметили в нашей программе, цель я вам сказал, главное, если по цели, это законодательно установить в России благосостояние человека, благосостояние человека труда. Причем хочу обратить ваше внимание, мы не ставим целью с политической точки зрения защищать членов профсоюза. Я сразу хочу вам предугадать вопросы. Мы не защищаем членов профсоюза, только членов профсоюза. Конечно, членов профсоюза, само собой. Мы защищаем людей труда. Мы не планируем защищать бедных людей. Мы не планируем защищать тех людей, только тех людей, которые получают заработную плату на уровне прожиточного минимума, с которым мы тоже не согласны. И прожиточный минимум, куда входят компенсационные выплаты и различного рода начисления, это недопустимо. И это противоречит нашему законодательству, хотя это используется. Мы собираемся защищать людей труда, тех, кто хорошо зарабатывает. Те, кто хорошо зарабатывает, получают нормальную заработанную плату, но при этом их коллеги за рубежом получают большую заработанную плату. Почему так происходит? И у нас есть все основания бороться с тем, чтобы люди получали достойно за свой труд. Мы ставим целью, и она разрешима, когда 10 самых бедных людей на предприятии и 10 самых богатых людей в среднем на предприятии не должны иметь разрыв более чем в 10 раз. Это придумано в доходах. Это придумано не нами. Это нормальная мировая практика. Это практика цивилизованного государства. Это практика цивилизованного государства.